Всем здорово! Вы смотрите обзорище и не удивляйтесь, что мы в таком странном месте. Мы сегодня ныкаемся. Когда у нас что-то заказывают, мы стараемся сделать так, чтобы не пропалили. И сегодня у нас заказали переобзор компания Sushi Store. Они уже были на обзоре. Тогда, естественно, это был обзор по моей инициативе. И они, кстати, показали себя тогда очень неплохо. Я даже не знаю, для чего им нужен этот переобзор. Но окей, хотите, сделаем. Плюс, чем они заинтриговали меня и почему мы решили сделать этот вообще переобзор. Они сделали новое меню. Называется XL. И попросили сравнить именно с топовыми местами, типа вкусные суши и прочее. То есть там действительно, судя по картинкам, аккуратно свернуты большие роллы за нормальные деньги. Будем сравнить. Естественно, мы это меню заказали. Естественно, мы заказали что-то повторить из предыдущего обзора. Сделаем выводы, сделаем переобзор и посмотрим, может ли Sushi Store конкурировать с доставками, которые у нас как бы занимают лидирующие позиции в нашем рейтинге. Вот, как мы не паримся. Мы приехали, короче, в соседний район. Вот в тот дом. Мы заказали в этот дом, в первый подъезд. Как оказалось, половина этого дома офисные здания. И по случайному стечению обстоятельств именно первый подъезд оказался нормальный, короче. В первом подъезде живут люди, и там есть квартира, на которую мы заказали заказ. Вот, так что пойдем сейчас оттуда его и заберем. Я надеюсь, нас не пропалили. Искренне, от всей души надеюсь на это. Так, Диман пошел, короче. Чувак приехал, вон он. Оп, оп, оп. Нормально, кстати. Мы попросили позвонить от подъезда. Типа это сюрприз. Он позвонил и все забрал. Класс. Давай померяем температуру сразу. Коробку, по-моему, в прошлый раз такой же привозили. Это, конечно, впечатляет. Это подача просто топовая. Ну, лапшичка. Так, стопэ. 45,7, да, что ли? 45, да. Ну, нормально, горячо. Ну, тут недалеко везли. И карбонара. Так. Не видно. 51. Ну, горячо достаточно. А покажи на своем телефоне, когда они тебе звонили. Значит, они недалеко от доставки, которые далеко должны приводить холодность? Нет, конечно, не должны. Ну, вообще-то, они недалеко, но везли. Кстати, сейчас посмотрим. У меня дома сохранил скрин. Сколько по времени? Ровно, как говорили. А тебе говорили прям время? 80 минут. Вот это четко 80 минут. Даже раньше чуть-чуть. А покажи на своем телефоне, когда они тебе звонили. Так, вот это первый звонок 1106 и 1220 курьер позвонил. Ну, да. За час 10 получается даже, да, привезли? Так, ребят, мы оперативно приехали. Реально, за 5 минут мы уже дома. Сейчас посмотрим, что по температуре. Жалко мне... Смотри, как лотус раскладывается. А, вот, что-то горячее, кстати. Смотри. Причем это не горячее, не теплое, а горячее. Это какой-то ролл тоже. 41,2 градуса. Спаси соус, я заказал этого. Отдельно прокомментирую. Посмотрим комплектацию, чем нас радует. По фирме. Ну, это я все видел, это так же, как и было. Имбиречек, 4 имбиря. У тебя, кстати, по телефону, я слышал, спрашивали, вам хватит ли 4, да? Хотя мы написали, что нас 5 человек. Могли бы по умолчанию добавлять 5. А, в подарок дали салат чуку с соевым соусом. Это кайф, люблю салат чука. Вот как бы и палочки. Вот как бы и палочки, и вот салфеточки. Вот это вся комплектация от Суши Стор. Мало? Да вроде бы нормально. Но салфеток можно побольше. Мы это любим. Напоминаю, кстати, что Суши Стор у нас, значит, захотели соревноваться с топами. Поэтому мы цены из топовых доставок, которые я люблю, это вкусные Суши, Достоевские. И, ну, отличные Суши, как бы, наверное, не совсем конкурент. Хотя и вкусные Суши не конкурент, потому что они очень, очень локализованы, в отличие от Достоевского, который возят везде. И в отличие от Суши Стора, которого тоже просто, мама, не горюй, сколько везде. Вот. Но как бы, как бы такой задел неплохой, да? Мы хотим сравниться с этими ребятами. С чего начнем? Наверное, давайте роллы оставим напоследок. Пожалуй, начнем с горяченького, с лапшички. И я помню свои претензии к лапшичке, в частности, к карбонаре. Я заказал карбонару и китайскую, как в прошлом обзоре, для того, чтобы посмотреть, а что поменялось. У меня, блин, случилось несчастье. Я забыл заказать напитки. Я очень хотел, потому что в прошлый раз напитки показались они очень хорошо с точки зрения температуры. И у них на сайте появились еще какие-то напитки, поэтому... Первый раз такую вижу, смотри, Дима, ты видел? Палочки. И там же в пакете вложена зубочистка. Хе, класс! Решение идеальное. Либо это просто одна палочка для очень-очень маленького человека. Прежде чем начну пробовать. Сейчас у нас пойдет лапша в пробу. Расскажу вам про конкурс, который проводит Суши Стор в своем инстаграме. Ссылочка на этот конкурс будет в описании к видео. И, ребята, 140 призов они разыгрывают. Это просто дофига. То есть вероятность что-то получить. А там есть и такие клевые подарки, как айфончик, как экшн-камера, как этот самый электро... Тырчик, самокат, то бишь. И, конечно же, там всякие сеты они разыгрывают в подарок и прочее, прочее. То есть 140 призов, которые вы можете реально выиграть. Я думаю, что после ролика конкуренция будет достаточно большая, потому что участвовать в конкурсе это предельно просто. Вы должны подписаться на Суши Стор в инстаграме. Ну, все условия будут в описании. Вы должны пригласить трех людей, то есть отметить в комментариях, написать любой коммент. И все. Вот и все условия. И вы участвуете автоматически в розыгрыше, который пройдет в конце декабря. Все условия в описании, так что участвуйте. А у нас лапшичка. Карбонара и китайская. Так, давайте у нас первая пойдет. Карбонара. Но выглядит она, как и в прошлый раз, хорошо. Претензии у меня были по бекону, насколько я помню. Сейчас проверим, сохранились ли они. Оп, подожди. 325 граммов, а должно 290. Да, 20 граммов перевесик. Что относительно внешнего вида. Ну, бекон, по-моему, как не жарили, так и не жарят. Ну как, его сырым нельзя называть, некорректно называть сырым этот бекон. То есть он изначально не сырой, он какой-то копченый там, да. Но его, конечно, круто поджаривать. Хотя, наверное, кусочки стали более приятные, чем в том обзоре. На монтаже, может быть, Дима, вставим мы с прошлого обзора эту же карбонару. Чтобы люди сравнили. Вот такая карбонарочка. Попробуем. Так, ну, начинаем с карбонарочки, ребят. Карбонаре, конечно, у меня предъявы всегда достаточно высокие. Потому что я человек, воспитанный пармезаном. Блин, сейчас опять будете писать про пармезан, про пармезанцию. Ну, люблю я этот сыр. Ну, что, ну, серьезно. У меня, если есть возможность, или там родные едут куда-то, мне привозят пармезанчик. Потому что это мой любимый сыр. Ну, в прошлый раз все было подостывшее, по-моему, такое. Я не хочу сравнивать с прошлым обзором. Давайте вот сейчас вот как с нуля, да. Мне нравится, знаешь что? Мне нравится разнообразие того, что можно выбрать в качестве воков. Давай попробуем. Карбонарочка. Даже какие-то листики, смотри, что это? Тимьянчик тут резанный. 245 рублей. Спагетти, бекон, сливки, яйца, пармезан. Пармезан. Соль, масло подсолнечное. Продался отписка. Очень вкусная карбонара. По бекону они работу провели. И по сравнению с прошлым роликом, все-таки. Нет такого, что знаешь, как вот, когда кладешь жирный бекон, и он тебя такой, ну, жуешь там, я извиняюсь сейчас. Те, кто ест, ребята, заткните уши, да. Ну, как сопельку такую рожевываешь. Тут такой нормальный бекончик. То есть, видать, они даже его подплавили. Тут есть кусочек жира, но вот, раз и разошелся, все. Вкус свой отдал, вкусно. Нормально, макароны сварены. У меня есть очень смелые предположения на этот счет, но действительно, не пармезан ли здесь? То есть, это вкусный, насыщенный такой сливочно-сырный вкус у них получается, с бекончиком, который как надо сделан. Слушай, годнота. Серьезно, годнота. То есть, это карбонара. Квоку это относить не стоит, однозначно, да. Ну, я имею в виду, идеологически все-таки какое-то другое блюдо, хотя готовится в принципе так же, да. Тут замороченный соус, ну, а так, что там, бекончик жик-жик подшкварили на том же воке. Да не вопрос. Лапшу отваренную добавили и залили все это соусом. По-моему, все-таки, не, будем возвращаться к прошлому обзору. Я точно своих эмоций не помню, потому что прошлый выпуск был в начале года. Сейчас уже конец года. Что там было тогда, я не помню. Но, по факту, сейчас это вкусно. Сейчас это брать можно. Лапша по-китайски 280 рублей стоит, 280 грамм весит. О-хо-хо-хо-хо. Слушай, очень-очень выглядит сочно. Мы недавно были в китайском ресторане. Конечно, там чуть-чуть по-другому все идеологически. Там и лапши-то такой не встретишь, да. Но, тем не менее, вот этот запах специфический, такой уксусно-сладенький он присутствует. 3-32 грамма, а должна 280. Ну, перевесик. По лапше вообще никогда никто не жлобится. То есть, нормально. И мясо кладут, и лапши. Вон тут мясо, 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 мясо. И, кстати, все, что ли? Эй, 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 нет, еще мясо. Ну, то есть, что-то есть. Что-то есть. Мне кажется, одна из ошибок поваров или шеф-поваров там с сушистора, когда они добавляют свинину. Вот стопудово сейчас не будет мягкой. Ну, не сказал бы, что не мягкая, но... Не, ну, то есть, она не то, чтобы она жесткая, она нормальная. Для свинины она нормальная. Но, вот, мне кажется, если в это блюдо добавить курицу, желательно бедрышек, то это будет гораздо прикольнее. Во-первых, это гарантированно будет мягко, гарантированно будет нравиться людям. И вот, и все. И зачем эта свинина нужна, не знаю. Давай саму лапшу. Идеально сваренная лапша. Сравниваю с недавним обзором на Достоевского, где тоже была лапша. Ух, остренькая чуть-чуть. Мы тоже там брали Достоевского и суши рядом доставку. Суши рядом, конечно, ни о чем было. В Достоевском был офигенный вок. И вот этот вок офигенный на уровне Достоевского. Но, опять-таки, свинина достаточно жестковата. Блин, заменить ее, либо, ну, я не знаю, может, как-то по-другому жарить. Потому что она вот пока даже доезжает, чуть-чуть подостывает, уже становится такой резиночкой. Нормально вкусное мясо, но, зараза, чуть-чуть дискомфортно. Вот и все. Вот так вкусно. Короче, карбонаре я ставлю прям 5 с минусом. Вот этой штуке 4, наверное, поставлю 4 просто из-за свинины. Соус вкусный, чуть-чуть остренькая, лапша сварена шикарно. Все. По вокам, по крайней мере, по тем вокам, которые мы проверили с прошлого обзора, могу сказать, что все хорошо. И тогда было все хорошо, и сейчас все хорошо. У нас, конечно, интрига впереди. Это у нас роллы, которые мы сопоставим. Знаете, с кем? Очень, очень амбициозно. Так. У нас еще теплые роллы есть. Теплые роллы. Это из нового меню. Я бы не назвал, что это вообще роллы. Я зря это блюдо называл роллами. Это называется у них японская пицца. Лосось, соус тартар, маслины, шампиньоны, томаты, черри, моцарелла и пармезан. 265 граммов, 250 рублей. 290 с коробочкой. Без коробочки тоже нормально по весу. Итак, ну это что-то такое фантазийное, ребята. Это любопытная тема. О-о-о! Маслины, помидоры, черри уже подостыло. Вот надо было сразу есть, да? Сыр моцарелла-то он уже, оп, обратно превратился в то состояние, в котором ему комфортнее быть. Так, рушим, рушим немножко начинку. Ну, это уже полностью готовое блюдо. То есть, вы видите, там листочек нори внизу, потом слой риса, потом лосось, потом маслины. Все это залито соусом и посыпано сыром. И, по всей видимости, естественно, запечено в духовке. Ну, фиг знает. Слушай, надо попробовать. Там еще шампики, судя по всему. Да, шампиньоны есть. Лосось. Короче, очень странная штука. Пахнет, я бы не сказал, что прям хорошо. Слушай, Дим, а можно тебя на помощь позвать? Ну, просто попробуй, да? Скажи странно, но не сказать, что плохо, а? Не, вкусная штука. Необычная. Я вообще думал, хуже будет. Я в такие истории не верю, когда грибы, лосось... Я извиняюсь. Нет, грибы, лосось это нормально, запеченные в духовке. Грибы, лосось, нори, рис, маслины и моцарелла. Это необычно. Японская пицца. Надо на канале такое снять. Это реально вкусно. Здесь какая-то смесь вкусов. Серьезно. Во-первых, это все сочно. Из-за сыра, из-за маслин. То есть, такая прям влажная-влажная штучка. Имеет ли это вообще с роллами по вкусу? Нет, пожалуй, нет. То есть, даже то, что там нори и рис, они как бы просто... Ну, такая основа, которая не играет во вкус. Во вкус тут играет маслины определенно, томаты черри, которые самые томатные зимой, да? Из доступных помидоров. Ну, в общем, это достойное блюдо. Перед тем, как попробовать, я хотел сказать нет. Потому что я прочитал состав, понял, что мне это не понравится. Я попробовал, мне это понравилось. Вот это круто. Вот это работа. Вот это прям лайк тем, кто это придумал. Фиг знает. Это никогда не будет сверхпопулярной темой. Но это по меньшей мере оригинально. И абсолютно стопудово вкусно. Мансы сушистой. Я реально думал, Диман будет такая, знаешь, ну, как и муть. Мне казалось, вкусно. Так, ну, давай тогда, что ли, раз уж мы начали тему странных вещей, попробую еще одну странную вещь от Сушистор. По-моему, такого раньше не было в меню, сейчас появилось. Это рисовый бургер. Вот такой рисовый бургер стоит 199 рублей, 280 граммов. Так, что у нас? У нас тут котлеты из куриного филе и креветки, соленый огурец, авокадо, соус спайси, бла-бла-бла, чеддер, салат айсберг, тобика, кунжут. Короче, это большая-большая сушина с жареными морскими продуктами. Ну, давай посмотрим. 280 граммов. Ну, 308 граммов, нормально, нормально. Вот, смотрите, как это выглядит, но, по меньшей мере, это выглядит действительно очень-очень оригинально. То есть, не сказать, что это прям вызывает аппетит, как, я не знаю, какой-нибудь бургер от фарша или Тимати, но, тем не менее, это что-то такое яркое, с икоркой, смотри, оп. Рис держится, рис держится. Маринованные огурчики, соус какой-то сырный. Смотри, что там, томаты. И вот эта котлета пожаренная. И, смотри, и нори, и еще одна, еще один кусочек риса в виде булки. Слушай, ну, выглядит неплохо. Выглядит это вполне себе здорово. Слушай, а я заказал, кстати, не то, что хотел. Здесь я, это котлета из куриного филе обычная. А там есть еще второй бургер. Блин, я его хотел заказать. Вот там что-то такое, типа, из креветок сделано. Я бы не сказал, что мне страшно, у меня определенное ощущение интриги есть от этого бургера. Так, хочется, чтобы соус попал сразу. Ладно, погнали. Здесь куриное филе и креветки. Замешано возьмем за клетки. Серьезно? Это тема вот с этим итальянская пицца или как вот это, что такое, японская пицца. Не ожидал, что это может быть вкусно. Короче, это вообще по-другому. То есть, это, ну, во-первых, булочки рисовые. Давай про них поговорим. Рисовые булочки вполне себе нормальные булочки. Ну, от булок нам надо что? Просто, чтобы они соединяли все остальное, чтобы было удобно есть. Соединяют, да. Удобно есть, удобно есть. Ничего не разваливается. Но куриная котлета в хрустящий, делаю акцент, панировки. С креветками внутри. С офигенными огурчиками. С классным соусом, с салатом и сыром. Знаете, что, ребят? Слушай, ну, серьезно, закидайте меня камнями. Вот если закажете вот этот бургер, и он вам не понравится, просто реально выйду к плахе. Очень вкусно. Офигенно. Я реально в восторге. Я в восторге. Я ставлю этому бургеру. Ребят, если где-то там что-то, какие-то бывают сомнения, здесь никаких сомнений. Пять с плюсом из пяти. Офигенно вкусно. 199 рублей, 280 граммов. Плюс, булок нет. Ну, не диетический, конечно, но все-таки. Да, нет булок. Вкусная очень вот эта котлета с панировкой. На мой взгляд, это шедевр, серьезно. Я готовил у себя на канале плов-бургер. У меня есть рецепт плов-бургера, ну, идеологически похожая тема. То есть, я котлеты делал из риса, но в стиле плова. То есть, там оно довольно нажористый был. А тут такой более яркий какой-то такой фреш. Знаешь, это фреш-бургер. Фреш-бургер. То есть, тут нет таких вот этих вот теплых, тянущихся таких вот вкусов, типа зира, нет такого. Тут что-то такое кайфовое прям. Чуть-чуть острый из-за спайси соусов. Короче, пять с плюсом из пяти я ставлю этому бургеру. Суши-стор, вы охеренные. Ладно, но я не уверен, кстати, что суши-стор такие же офигенные в салате Цезарь. Раньше не было в меню. А сейчас в меню появился салат Цезарь. Чувствую, будет что сказать. Ну ладно, потихоньку давайте переходить к суши. Посмотрим, что у них с топовыми, как бы, XL суши роллы. И что у них с обычными. Я заказал и те, и другие. Так, ребят, первые у нас гунканчики давайте обсудим, да. Ну что сказать, тут, во-первых, начинка наложена сверху. Я так не очень люблю. Мне нравится, когда замешано в соусе. Да, меня можно обмануть. Мне можно замешать не очень качественные продукты. Я понимаю, для чего это суши-стор делает. Чтобы показать, смотрите. У нас креветка офигенная. Смотрите, угоречек-то у нас вообще классный. Смотрите, а здесь у нас очень даже неплохой гребешок. Ну и мидии. Вот мидии, кстати, замешаны. А почему? Суши-стор. Короче, лучше мешать. Серьезно. Если уж вам доверяют люди, замешайте. Это будет удобнее есть. Не будут вот эти куски креветки там отпадать куда-то. Понимаете? Будет лучше. Выглядит хорошо. Стоит по 70-85 рублей. То есть, вот самый дорогой это с угрём. 85 рублей. И, по-моему, да. Вот с гребешком тоже 85 рублей. Ну, вот такие вот сушки. Что? По 30 граммов, очевидно. Они небольшие. Какого-то такого размера. Так, ребята. Вот это дракончик. Это у них называется дракон. Я, конечно, такого дракона не принимаю. Абсолютно никак. То есть, для меня дракон это должно произведение искусства быть. Вы понимаете, да? Это спинка угря с хвостиком. Вот это все. Чтобы вот как... Скоро увидите, кстати. Скоро будет один обзор, который вы все ждете. Вот там вот такой дракон. Просто мама не горюй. 315 рублей вот такой дракон стоит. И весит он, ну, каких-то там 185 граммов. Ну, то есть, это дорогой ролл. Это из старого меню. И здесь вот такой же лежит с угрём. Пусть не дракон уже называется. Называется это Филадельфия. Но это из нового XL меню. Больших роллов за, опять-таки, разумные деньги. Как я считаю. Потому что вот эта штука стоит 329 рублей. Из старого меню дракон, который по сути такой же. Вот он. Давайте их просто рядом положим, да? И оценим. Вот этот дракон, который стоит 315 рублей. А вот это вот называется сливочный угрь. 8 штук, 329. И он весит уже 300 граммов. А вот этот 185. Очевидно, что сушистору надо вот эти роллы выводить. Из меню. Потому что они абсолютно не конкурируют. Вот с этими роллами, даже судя по размеру. А так начинка получается такая же абсолютно. Вот он весь дракон. Давай взвесим. Сравним с угрём сначала. Мы посчитали, что вот здесь всё должно весить. 325 граммов по 35 граммов сушки гунканы и 185, так называемый дракон. Ну, нормально. Да, по весу соблюдено. И ради интереса давайте сразу бабахнем с вами. 5 граммов, кстати, весит крышечка. Обратите внимание. Бабахнем сразу угорька, да? Который должен весить 300. И это угорёк, который, по мнению сушистора, должен конкурировать с вкусной суши и прочей доставки. Ну, блин, ну не конкурирует он, ребят. Разве что, ну, по размеру, да, наверное. Сейчас сравним, блин. Ну, давай, наберётся там 300-то, а? У меня два ролла осталось. Два кусочка. А ну? Ну, слушай, 295. То есть это очень-очень близко. Хотели сравнение? Давай сразу рассказываю. Не конкурирует это с вкусной суши. И давайте уж приведу в пример Достоевский. Потому что, как и в прошлом обзоре, ребят, чуть лучше научились сворачивать. Серьёзно. Может быть, поменяли повара. Но не нашли ещё того повара, который будет сворачивать это идеально. То есть, да, на сайте нарисовано так, что просто, мама, не горюй. Идеальный квадратик. Тонко нарезанный огурец, кстати. Это круто. Спасибо за это. Отличное решение. Нормально угря положено, да. То есть тут угря, кусочек. Вполне себе ничего. Но аккуратность того, как это сделано, ну, у меня вызывает вопросы. Я не знаю. У вас вызывает? У меня вызывает. Что касается цен. Сейчас на экране покажем. То есть здесь стоит 329 рублей. К примеру, в Достоевском это стоит 397. И 360 это стоит во вкусные суши. Здесь, очевидно, дешевле. Всё зависит от вкуса. То есть, если это будет вкусно, я прощу, что это может быть не идеально собрано. Давай пробовать. Давайте сначала дракончик пойдёт у нас. Который в два раза меньше, чем не дракончик. Маленький, вкусненький, нормальненький. Всё. Ничего такого особенного. Нормальный уголь. Нормально всё чувствую. Так, и теперь Филадельфия. Слушай, рис нормальный, кстати, варят. К рису вопросов нет. То есть он не каша. Он не жёсткий. Он как надо. Ну, конечно, вот этот ролл, который называется нежный уголь у них, да? А, сливочный уголь. Он вкуснее. Он, во-первых, больше. Он в целом гармоничнее по вкусу, чем вот этот дракон. То есть вот дракона не брать вообще однозначно. За эти деньги лучше, блин, 10 рублей или сколько там, 15-20 рублей доплатить вот это взять. Потому что почти 300 граммов с небольшим недовесом. И вот эта вот маленькая штучка. В общем, вывод однозначный. Но вкусно. Нет, хороший сливочный сыр у них. Вот эти огурчики мелко порезанные. Прям нормально. Но не конкурент. Нет. Если всё-таки с вкусными сравнивать, давай, окей. Хотели сравнивать во вкусные суши. Такого рода роллы будут вкуснее. Ну и подороже. Ну и подороже. В общем, решайте. Ну, в принципе, это вполне сопоставимо по... Кстати, в последнее время Достоевский стал косячить с аккуратностью. То есть вот Достоевский, когда неаккуратно сворачивает, получается роллы из Сушистора. Вот такие соотношения. По вкусу они очень сопоставимы. То есть если не нравится в Достоевском, вот эти тоже можно брать. Они будут такие же по вкусу, как и в Достоевском. То бишь, хорошие. Вот и всё. Но Сушистору советую как-то скилл повысить у ваших сушистов. Так, ладно, давайте гунканчики попробуем. Гункана это моя любовь. Блин, да зря, зря, конечно. Начинка не замешана, блин. Она бы сейчас вот не выпадала. Вот нет у меня восторга. Несмотря на то, что классная креветка. Её нормально положено, и вы видите, что это креветка. Вы видите, что вам туда не замешали какой-то там дичи. У меня нет никакого восторга от этого гункана. Вкуса, потому что вот спайси соус. Я почему заказал спайси соус отдельно? У них есть реальная позиция спайси соус. Во-первых, я его сегодня хочу использовать. Хотя я мог бы сделать дома, но у меня нет жирного майонеза. Вот, я его заказал, чтобы попробовать. Потому что и в прошлый раз я помню своё ощущение, что мне спайсик не понравился. Крутой спайсик. Это тот самый спайсик, который находится вот в этом роли. И он даёт отличный вкус. Тут соус шерерачи, майонез и что-то ещё. Классный. Ну, что-то очень острый какой-то. Хух-хух-хё. Значит, вот в этих спайси гунканах всегда есть какая-то определённая грань. Когда соус спайси, он помимо того, что острый, он ещё и вкусный. У него отличный вкус выдержанного вот этого тайского соуса острого. И вот, когда делают чуть-чуть, знаешь, я не знаю, как это. Я же не сушист, я не профессионал, я как дилетант говорю. Иногда бывает так, что он слишком острый, но при этом невкусный. То есть, вот этот баланс остроты и вкуса, он, блин, нарушен, короче. Вот здесь, наверное, в этом случае как раз та тема, когда надо чуть меньше добавлять острого соуса. В спайси, да, оставлять пропорцию майонеза чуть побольше. И тогда будет более гармоничная тема. Вот, потому что островато. Островато неприятно. Так, с угрём опять-таки угорь сверху наложен. И, ребят, ну замешивайте, серьёзно. Вот здесь вот угорь сунаги разрулил, конечно. Вопросов нет. Угорь, он вкусен в любом случае. Но это заслуга угоря, а не сушистора. В общем, опять такая же тема, что если бы не угорь, было бы слишком остро. Но благодаря унаги и угрю это стало более-менее нормально. Вот что поистине балансирует вкус, ребята, в гунканах. Как это сам гребешок. Очень много гребешка, кстати. Сразу лайк. Вот этот суши, гункан, он действительно классный. Он прям благодаря тому, что гребешок очень нежный. Такой влажненький, жирненький. Он на себя забрал лишнюю остроту. И очень по кайфу. Ну и мидии последний у нас. Что-то я вообще не понял, что это такое. Сейчас я прочитаю. Ну что-то это вообще невкусно. Совсем невкусно. Это блюдо, блин, надо убирать из меню. Мидии со спайси соусом. У меня прям ощущение такое. Абсолютно точно здесь мидии не жареные во фритюре. Но у меня ощущение, что я чувствую вкус масла. Вполне вероятно, что это мидии из банок, вот в консервированных. Не берусь утверждать. Но вот этот привкус масла, как будто я ем что-то жареное и что-то там с фритюром. Как будто туда напиханы внутри панировочные сухари пожаренные во фритюре. Мне это странно. Мне это странно и мне это невкусно. Нет, с мидии брать точно нельзя. То есть самая годнота, это в общем угарек и гребешок. Вот гребешок с угарьком зашли нормально. Но вообще с Гунканой я все равно что-то не тут. Что-то вот дисгармония какая-то. Ну еще у нас два конкурента о вкусным сушам. Это ребята Филадельфия и Калифорния. Что меня удивило? Меня удивило, что в Калифорнии написано на сайте мясо камчатского крова. Я сейчас это буду проверять. Таким похвастаться вкусные суши со своей Калифорнией не могут. Это правда, равно как и Достоевский. Два этих ролла должны вместе весить 570 граммов. Опа-на, а недовесик. Недовесик. Вот когда недовесы в роллах с камчатским крабом, меня это конечно печалит. Итак, это Филадельфия, которая стоит 329 рублей и должна весить 300 граммов. Вполне вероятно, что она столько и весит. Это Калифорния классик. 8 штук. Камчатский краб, огурец, авокадо, майонез, икра, летучие рыбы. 460 рублей стоит. Ну окей, он стоит 460 рублей, потому что там мясо камчатского краба. Так ли? Да, там мясо камчатского краба. Там, конечно, не целая фаланга. Очень скромно там мясо камчатского краба. Какой бы я не взял кусочек ролла, да, мы видим, что камчатского краба там где-то вот сбоку немножечко. Абокадо темный. Нет, нормальный вроде. Просто сверху было. Слушайте, ну действительно, вот смотрите, уже смотря на эти роллы, я могу сказать, что это уже что-то как-то похоже на топовое сворачивание. Да, все-таки немножко они не ловят вот эти вот прижимания ваши сушистые, потому что где-то за край выходят. Как-то неровный круг и прочее. Но уже что-то как-то посимпатичнее. Вот, равно как и с Филадельфией ситуация обстоит. Да, внутри кружочек ровный, а здесь по бокам начинается какой-то трешняк с рисом. Надо разравнивать. Так, давай рыбу посмотрим. К рыбе вообще-то нет претензий. То есть, это лосось не только что выловленный, очевидно, да. Но все-таки это и не лосось, который разбирается, знаете, как кашка. Нет, это лосось такой вот еще живой. Еще очень даже живой. По толщине наворачивания тоже особых вопросов нет, да. Не самая толстая рыба, которую мы видели, но тем не менее, в общем-то, и не самая тонкая, да. То есть, вот кусочек лосося. Толщиной где-то 2-2,5 миллиметра. Но неплохо. Нет, на самом деле, на самом деле, вот эта Филадельфия выглядит неплохо. Наверное, лучше всего, лучше всех роллов, которые мы сегодня смотрели. Ну, уж лучше, чем с угрем точно, да. Вот, ребят, в Филадельфии 329 рублей стоит, у вкусной суши он стоит 320 рублей, и у Достоевского 407 рублей. То есть, вот, брать либо здесь, скорее всего, либо во вкусной суши в Домодедово ехать. Ну, давай. Могу ошибаться? Ну, во-первых, давай так. Вкусный ролл. Все, запятая. Дальше продолжаем. Как говорится, то, что сказано дано, не имеет значения, но в нашем случае имеет значение. То есть, вкусный ролл, но, как всегда, ребята, по составляющей. За огурцы лайк. Мелко порезанные огурцы вот этой соломочкой в стиле вкусные суши, это прям лайк. Ну, действительно, находка, которой почему-то не все пользуются. Это действительно вкусно. У меня вопрос к сливочному сыру. До этого я не обратил на это внимание, потому что в роллах с угрем вообще практически не определишь, что за сливочный сыр. То ли я уже зажрался, то ли это не кремет. Ну, не знаю. Давайте так вот. Суши Стор, вы заказывали обзор. В комментариях под роликом напишите, что за сыр используете. Но, по-моему, это не кремет. Я бы не сказал, что он плохой. Я тут недавно покупал, блин, спасибо, что упал, недавно покупал в глобусе сыр сливочный, альтернатива к кремету. Вот там была гадость вообще, вот редкостная мерзость. Нет. Тут нормальный сливочный сыр, но все-таки он не настолько сливочный, как Хохланд. То ли, может, у меня что-то уже. В общем, не, не буду ручаться. В общем, в целом этот ролл вкусный, то есть это Филадельфия. На такую, на четверочку, вполне нормальная, вполне вкусная, рис хороший, все сделано хорошо, и рыба тоже норм. По сыру могут быть вопросы. Если вы фанат кремет, то может, наверное, вам чуть-чуть не зайти. Так. Ну и Калифорния с крабом. Ё-моё. Как же я вот-вот. Не люблю я Калифорнию, а перестал я ее любить именно тогда, когда перестали в Калифорнию нормальные продукты класть. Все-таки с урими, конечно, это хорошо, но крабовый палочек, вы знаете, я в салате лучше поем. Вот, смотри. Нет. Ну, я уронил, конечно, но все-таки это вот к вопросу сворачивания. То есть вот так вот они разваливаться не должны. Калифорния класс. Краб чувствуется, несмотря на то, что его достаточно мало. Авокадо спелый, классный, вкусный, жирненький такой. И огурцы. Идеально тонко нарезанные огурчики, которые прям создают реально кайф. Не люблю Калифорнию, но Калифорнию вот в таком виде с крабчиком, ой, вы знаете, очень даже и не откажусь. Стоит она, правда, дофига. 460 рублей. Ну, на мой взгляд, и не надо делать альтернативу. Когда ты делаешь альтернативу 460 рублей такой-то, с крабовыми палочками, там, например, 320. Я беру с крабовыми палочками и не догоняют, в чем прикол ролла Калифорния. Вот это прикольный ролл Калифорния, потому что там краб. С крабовыми палочками вообще не то. Вот серьезно. Несмотря на то, что в салате вот ты делаешь салат себе с крабовыми палочками и с крабом, ты, наверное, хрен отличишь. В салате с залитым майонезом. Но вот в ролле почему-то, зараза, очень бросается в глаза разница между крабом и крабовыми палочками. Ну что, давайте это пробежуточно подытожим. У нас сейчас салат Цезарь, салат Чука. Ну, салат Чука подарочный, Чука и Чука. Что там, везде ореховый соус, он везде одинаковый. По роллам, значит, суши-стору. Это годно. Годно ли это настолько же, насколько вкусные суши или Достоевский? Достоевский, да, до вкусных суши не дотягивает. И до Достоевского, в общем-то, тоже не дотягивает. Это вот в лучшие годы, скажем так, Достоевского, когда они идеально сворачивали роллы. Но претензии, опять-таки, нет у меня претензий ко вкусу. Это хорошие, вкусные роллы. Но, блин, зараза, почему вы не можете научить поваров сворачивать роллы, во-первых, плотно, чтобы они не разваливались, во-вторых, ровно, чтобы они выглядели красиво. То есть, все хорошо. Рыба хорошая, рис хорошо сварен, огурчики порезаны как надо, но реализация хромает. Это то же самое, что вот сравнить иномарку там, не хочу обижать нашего производителя, но, скажем, в плохие годы, пока не было Лады Веста, да, в плохие годы наших автопроизводителей, да, вроде бы, железяки те же самые, вроде бы там. У меня в детстве, кстати, была заморочка на эту тему, блин, почему одни машины из того же объема, ну там, полторы тонны деталей, да, ну машина, например, стоит полторашку, там, наша Волга, к примеру, и какой-нибудь там, Мерседес, С-класса, и там, и там полторы тонны, ну почему, сука, здесь полторы тонны, они вот такие, а тут вот полторы тонны, которые и едут, и комфортные, и прочее. Вот этот вопрос меня с детства почему-то волнует, почему из тех же продуктов нельзя сделать одинаковые вещи, ну вот нельзя, нужен опыт, нужен, видимо, какие-то, может, мастер-классы, может быть, где-то, что-то где-то подукрасть идеи, подсмотреть. Молодцы, с огурцами подглядели, подглядите еще, как они закручивают роллы. Есть подозрения, кстати, на Достоевский и вкусные суши, что, возможно, это вообще не люди делают, потому что, гуглил я тут недавно, аппараты для скручивания суши, есть такие аппараты, они бездушные, но они делают идеально ровные роллы. Возможно, пользуются такой технологией, поэтому тоже имейте в виду. В общем, чуть-чуть не дотянули, но по вкусу классно, по вкусу классно, суши-стору можно заказывать, тем более, они есть дофига где. Ну и салат Цезарева, это очень-очень странная штука. Ввели в меню салат Цезарь. Во-первых, зачем? То есть, я не понимаю, для чего, спокойно же жили, вот лучше бы ввели в меню мидии. Вот чего не хватает суши-стору, так это мидии. Вкусных, нормальных мидий, не маленьких каких, дурацких. Но Цезарь ввели. Так, сколько стоит у них Цезарь? А Цезарь, кстати, с креветками стоит, это самый дешевый Цезарь, который я вообще когда-либо видел, 120 рублей. Тут салат пекинский, ну, пекинская капуста, креветки, соус Цезарь, сыр пармезан, гренки. Вот, кстати, сейчас мы и раскроем тайну сыра пармезана в карбонаре. Ну, давай посмотрим, то есть, это салат без каких-либо, знаешь, особых заявок на первенство. Это салат за 120 рублей. Все. Называть это Цезарем, конечно, иди сюда. Здесь коктейльные креветки, кстати, их достаточно немало, то есть, тут вот где-то можно собрать примерно две средние креветки. Вот это вот капуста пекинская, вот она мелко нарезанная, она такая кашеобразная, соус уже замешан в ней, то есть, сначала соус налили, потом капусту. Кстати, хорошо слоям и выкладывают, чтобы гренки жили, а гренки, даже несмотря на это, уже почти вымокли, но все-таки еще хоть как-то хрустят. Ну, еще вот такой вот салатик, даже взвешивать его не хочу, но, блин, на 120 рублей, что, надо просто попробовать по пармезану. Кстати, неплохой этот, альтернатива пармезанчику, они здесь используют. Не какой-то там российский сыр, прям такая альтернатива, причем нормально. Одна из лучших, что можно купить, чем в магазинах. Салат Цезарь с креветкой, пекинской капустой и на что я, блин, надеюсь. Ну, давай попробуем. Салат никакой, честно скажу, салат вообще никакой. Не надо вводить такого уровня салата в меню. Зачем? Ну, хотя бы, я не знаю, ладно. Этот салат можно улучшить? Да, можно однозначно. И даже соус тут не самый, наверное, плохой, который можно представить. И эти хрустят, и креветки вроде бы коктейльные. Да, что еще для салата надо? Блин, ну, вот это вот пекинская капуста, это просто какая-то дичь полная, то есть ее абсолютно точно нельзя использовать в салате Цезаря, оно портит все впечатление. Тем более мелко порезанная, она вообще не хрустит, это просто как кашка, какие-то такие вот непонятные субстанции. Салату нет, даже за 120 рублей просто брать не надо, надо добавлять денег и брать что-то нормальное, либо не брать вообще. Извините, связь прервалась, хочется сказать. Ну, действительно, салат Цезарь никакой. Я такой салат есть не хочу. Либо называйте его не Цезарь, кстати. Назовите его просто салат, салат с креветками, все. Претензий вообще никаких не будет. Получается, что мы, в общем-то, все попробовали, в общем-то, даже какие-то промежуточные итоги подвели. Попробуем сейчас посмотреть оценки. Я не думаю, что у нас что-то поменяется, потому что в целом ощущения такие же, как и были раньше. Да, они сделали Excel меню, которые по вкусу, да, неплохи, очень даже неплохи. Чик знает. В общем, давай сейчас посмотрим оценки, сравним с прошлыми оценками. И как минимум, Sushi Store точно не уйдет в минус. И как максимум, Sushi Store, если и поднимется, то несущественно. Такое мое мнение. Подводим итоги, ребята. Да, кое-какие критерии я все-таки поменял, принял решение. Вот у меня на экране сейчас открыта старая оценка и новая оценка. Подросли Sushi Store. Молодцы. Но ожидаемо. В принципе, когда компания приходит и говорит, сделайте на нас переобзор, очевидно, что где-то что-то поменялось. Где-то что-то в какую-то сторону лучше должно было стать. Хоть чуть-чуть. Итак, поменяли сайт. Это первый момент. Сайт улучшили. Навигация стала удобна, стала понятнее. Все прям видно сразу и продукцию, из чего она состоит, цена и все-все-все. Почему не 5? Информация больше для Sushi Store, потому что, ребят, вопрос не к функциональности сайта, а к, наверное, к его дизайну. Когда вот вы используете какие-то замыленные, там, заблюренные задники с перечнем заказанной корзины, капец, серьезно. У меня ощущение, что у меня что-то с глазами произошло в этот момент. Самый обычный какой-нибудь серый, темный или светлый фон это гораздо лучше, чем попытка сделать яркое меню. Мое мнение такое, серьезно, мне это не понравилось, поэтому я ставлю 4. Фактическое время доставки я увеличил с 4 до 5, потому что привезли за час 10, должны были за час 20, даже если бы за час 20 привезли, это все равно дофига быстро, но за час 10 это еще дофига быстрее, поэтому 5. Я еще поднял оценку за температуру блюд, потому что реально горячая продукция нам приехала в машине, то, что мы мерили, прям вообще горячо, отличные воки. Хотя воки всегда горячие, надо было на чем-то другом, наверное, проверять. А у нас особо горячие. Ну, в общем, по факту да, по факту да. Увеличиваем баллы. 5, 4, 3, 1, 5, 4. Но температуру напитков я оставил как было, напитки не заказывал. Видимо, это такой легкий намек Сушистору, что можно еще раз заказать переобзор. Но не знаю, не знаю. Я могу верить, что там напитки поменялись, но уж мой косяк. Не заказали мы напитки, поэтому оценку не меняем. Так. И возможность оплаты картами, адекватность цены, качеству. Все это есть. Значит, четверки за адекватность цены, качеству. И по вкусу я тоже оставил 4. Почему я оставил 4? Да потому что ничего не поменялось. Да, эти роллы они сделали. Крупные, большие, хорошие роллы. Ну, блин, ну, собирать не научились. Права купил, ездить не купил, знаешь. Вкус, вот смотрите, обратили внимание, что вкус и адекватность цены и качеству я оставил те же оценки. И, в общем-то, справедливо. Потому что они и тогда были хорошие, они сейчас остаются хорошими, но не феноменальными. Потому что каких-либо восторгов, честно говоря, я не испытал. Я лишь утвердился в той же мысли, что была и в прошлом обзоре, что это нормальная, средняя годная доставка, которую, в принципе, можно пользоваться. То, что они ввели Excel меню, это хороший знак. Это прям вообще хороший знак, если останутся такие же цены. И они научатся делать красивые, аккуратные, не разваливающиеся роллы. Ребята, цены вам не будет. Вот серьезно, мы сегодня вот с Димой обсуждали вопрос. Он говорит, если, то есть ты у кого, Дим, заказываешь? Достоевский? У кого в основном? Достоевский, да, в основном? Ну, я, в общем, тоже у меня, наверное, Суши Фиш, недалеко от дома, Достоевский и Суши Стор. Вот это три компании, где, в принципе, я могу у себя на райончике что-то купить. А, ну, тамуки есть, но это дороже, да? Егитария есть, но это опять-таки дороже. Вопрос такой, надо ли мне будет заказывать в Достоевском за 400 рублей вот эту Филадельфию, если мне в Суши Сторе начнут со временем крутить такую же аккуратную Филадельфию за 320? Да, пожалуй, нет. Вы знаете, вот рука просто не дрогнет заказать в Суши Стор, роллы качеством такие же, которые я бы заказывал раньше бы в Достоевском. Вот такие дела, поэтому правильной, правильной дорогой идете, товарищи, все как надо, но надо еще поработать над техникой, техникой. Для всего нужен опыт. Ну, таким образом, в общем, в связи с изменением нескольких критериев у нас меняется оценка в лучшую сторону. 882 балла набирает Суши Стор против раньше, сколько, 820 баллов. И, блин, конкуренция в этой вот бальной нише, да, она достаточно высокая, поэтому вроде бы поменялась несущественная оценка, но место поменялось существенно. Суши Стор, я считаю, справедливо занимает 11 место это после Тануки, пожалуй, да, после переобзора на Тануки. Выше, чем Якиторе, да, пожалуй, да, с учетом адекватности цен. Кто у нас еще там по Суши? Суши Сет, кстати. Суши Сет тоже хорошая компания, там тоже можно заказывать. Ну, в общем, в любом случае, как в моем рейтинге, понимаете, вот это верхнее там 20-30 мест, это нормальные компании, где вы закажете и вполне себе неплохо поедите. Все, что зеленее, то лучше, все, что краснее, то хуже. Вот и все. Чисто по цвету можно определить, где заказывать. Суши Стор вполне себе салатевенький, равно как и Суши Сет, равно как и там прочее, прочее. В общем, это компания, где можно заказывать, но никаких восторгов вы не испытаете. Но вот Воки у них хороши. Ну, что, что, да все, подводим итоги. Ну и в конце, конечно, ребят, Суши Стор, как, ну, можно сказать, спонсоры сегодняшнего выпуска заказали на себя переобзор. Я не знаю, будет он вам полезен или не будет. Я буду надеяться, что, да, опять-таки, какие-то выводы сделайте для себя. И там где-то сайтик подкрутите, где-то поварам чуть-чуть поможете позаворачивать. Я думаю, в плюс все это пойдет всем. И в конце напомню про мега розыгрыш в преддверии Нового года от Суши Стора. Ребята, то, что они меня просили до вас донести, доношу. Действительно, классный розыгрыш. 140 призов. То есть, вероятность выиграть, она увеличивается в 140 раз. Мы понимаем, да, то, что там хорошие призы, то есть, есть топовые призы, есть призы в виде продукции Суши Стор, но при любых раскладах это хорошо. Условия простые, ребят, чтобы выиграть айфончик, чтобы выиграть экшн-камеру, чтобы выиграть электросамокаты или продукцию компании в виде больших сетов вкусных. Что вам надо? Подписаться на Инстаграм Суши Сет, обязательно написать какой-то комментарий и отметить трех своих друзей в Инстаграме через собачку. Ну, все знают, как это делать. Принимайте участие, выигрывайте. Я думаю, что неплохо было бы. Даже, ребята, не надо айфонов. Какой-нибудь сетик вам Суши Сет принесет, вы поймете, что поймете, по крайней мере, то, о чем я говорил в этом обзоре. И напишите свое мнение обязательно в моем комментарии, в комментариях под видео, согласны вы со мной или нет. Небольшое ограничение по географии участия Москва, Московская область и Рязань. Забирать призы надо будет на местах, в точках, где Суши Стор, ну, где у них магазинчики, да, вот эти сушильни, назовем их так, в барах, да, у них это называется бары. Все, участвуйте, удачи вам, с наступающим Новым Годом, я надеюсь, этот ролик был полезный. А в следующем выпуске у нас, ребята, обзор на доставку Виктора, Бурды, Школа Сушиста, держись. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok